Приветики! Немножко подгорело, поэтому быстренько расскажу вам, что это такое сзади меня за конструкция и убегать. Это концертный зал Волта Диснея. Он был построен только в 2009 году, несмотря на то, что проект мы начали разрабатывать еще в 80-х. И построен он был в честь Волта Диснея. Его жена, Лилия, сделала донейшн 50 миллионов долларов. И вот построили свой концертный зал, но на самом деле он не очень большой. Он всего вмещает в себя где-то около 1 000 человек, несмотря на его колоссальные размеры и очень необычную архитектуру здания. Находится в Даунтаунге. Я не предупреждаю ехать сюда очень долго, если вы вдруг останавливаетесь где-то а-ля в районе Бомбри Хиллс или, не знаю, Войск, или еще. Для тех, кто хотел бы поехать в Лос-Анджелес и будете бронировать жилье, не бронируйте в Даунтаунге. Во-первых, здесь делать нечего. То есть, откровенно говоря, делать здесь нечего. А вот, кстати, вам покажу какую-то странную скриптуру на Хайлэе. Людей здесь нет. Кафешки открыты, но я подозреваю, что они будут открыты только в будние дни. Выходные, скорее всего, нет. Очень-очень далеко просто до основных, даже не скажу достопримечательностей, а в принципе, то место, которое посещают обычно туристы. Океан, да, далеко и все остальные. Это два. Три. Я сейчас еще в более-менее приличном районе, но есть районы в Даунтауне, где очень много бездомных. Если вы не хотите, чтобы ваше первое впечатление о Лос-Анджелесе было таким слегка негативным, лучше не бронируйте здесь все-таки жилье, посмотрите какие-то другие районы. Очень мне понравился Уэстлуд, просто один из самых моих любимых районов. Баверли Хиллз тоже ок, Мар Виста, Марина Дель Рей. Вот лучше туда, даже в Венесе, если я никого не рекомендую. А Даунтауне – это такой бизнес-район, в котором, в принципе, вас особо ничего не ждет. Это прямая противоположность Нью-Йорку, поэтому подумайте три раза перед тем, как в Вене России жить. Всем привет! Показываю вам еще одно из моих любимых заведений, которое называется «Кофе Републик». Находится оно на авеню Ла Бреа. Вот такое красивое атмосферное место. Находится оно в здании 1929 года, в котором был построен Чарли Чаппеллер. Сначала это было здание для опыта и для разных магазинчиков. В 1989 году это впервые стало рестораном. И вот с тех пор это ресторан, который называется «Кофе Републик». Здесь очень вкусно, очень большие порции, оно всегда с кучей людей. Здесь популярное место, среди среди месток, поэтому очередь, как будто сюда приехать. Просто даже покоповать в этой классной атмосфере. Блин, ребята, найти эти буквы «Голливуд» оказалось непросто. Я только что с таксистом просто кружилась здесь по Голливуду, по холмам. Минут 15. Он постоянно ехал куда-то не туда. В итоге я вышла и иду сейчас пешком в Лейк Холливуд парк. В прошлый раз я пыталась его найти и искала часа три, наверное. Поэтому сейчас посмотрим, насколько у меня получится это сделать в этот раз. Я надеюсь, что вид там реально стоящий, потому что это уже не смешно. Поэтому будьте готовы много времени пожать за это. Так, я наконец-то добралась до очень классной локации, откуда видно буква Голливуд. Это называется Лейк Холливуд парк. Это одна из нескольких точек, где открывается очень классный обзор на буквы. Его очень сложно найти. Мы с таксистом влудились здесь 15 минут, прежде чем я нашла пешком этот парк. Но, тем не менее, здесь очень много машин. Обратите внимание, что дорожка сюда довольно извилистая. Меня, например, немножечко даже укачало. И, плюс ко всему, таксисты Uber не всегда знают сюда дорогу. Это раз, два. Они везде здесь транспорт пускают, поэтому имейте это в виду. Но, тем не менее, сюда стоит приехать. Здесь очень мило. Можно даже сделать какой-то небольшой пикник, взять с собой какую-то еду и присесть здесь за дерево и наслаждаться классным видом. Вот. Сохраняйте локацию. Прямо над Лейк Холливуд парком есть еще одна локация, где все фотографируются с надписью Голливуд. Вот она где-то вот там вот сзади меня. Вот здесь очень много туристов. Справа от меня туристов, слева от меня туристов. Мне кажется, что даже здесь популярнее немножко точка, чем в Лейк Холливуд парке. В любом случае, это, наверное, одна из самых ближайших точек, где вы можете увидеть буквы, потому что подход к ним прямой сейчас закрыт. Но здесь очень красиво.